В Саратовской области прошли масштабные учения по ликвидации последствий ЧАЭС химического и биологического характера. На территорию Затоши-Хан истянули около 2000 военнослужащих и свыше 500 единиц спецтехники со всей России. За учениями, которые были похожи на настоящие боевые действия, наблюдала Елена Губенкова. Произошел выброс ядовитых веществ. В результате образовался очаг химического заражения. Химическая угроза возникла на территории одного из региональных городов. Туда проникла террористическая группа. Боевики взорвали 6 тонн опасного груза, из-за чего городу угрожает химическое бедствие. На обезвреживание террористов бросили все силы. На полигон стянули тяжелую технику и авиацию. Чтобы придать учениям максимальный реализм, в поле возвели небольшой город. Дома, учреждения, соцсферы придумали даже название для населенного пункта. Террористы захватили Дольск. У спецгрупп сразу несколько заданий. Пока одни разрабатывают план обезвреживания боевиков, другим предстоит разобраться, какая химическая опасность зависла над городом. Мы удавляем управляющие вещества самого здания, чтобы обезорвать. Бывают универсальные достоинства, но, скорее всего, используют то, которое уже известно. При поддержке земли и воздуха военные пытаются обезвредить боевиков. По целям дают залпы из тяжелых огнеметных систем. Первый выстрел пробный, затем установка находит цель. Моя основная задача – это наводить на цель. Измеряю поправки на ветер. Смотрю в дальномер, рассчитываю расстояние до цели. Тяжелая техника бьет по целям на расстояние до 6 километров. На потенциального противника израсходовали около 50 реактивных ракет. Спецтехнику, как и военнослужащих, на учения стянули из нескольких округов России. Использовались новейшие системы сбора и обработки данных. Использовалась современная техника. Часть техники принимала участие впервые в данных учениях. Совсем новая техника и вооружение. Мы, конечно, теперь проанализируем весь материал, который был собран в течение учений. И он будет основой для последующих работ. В отработке маневров участвовали 2000 военнослужащих и более 500 единиц спецтехники. Учения проходили в течение нескольких дней по разным сценариям. Каждый из них теперь предстоит проанализировать, чтобы выявить сильные стороны и ошибки предпринимаемых действий.